Это видео сделано с целью, чтобы выразить свою позицию и открыть некоторым глаза на происходящее. У этого видео отключена монетизация. Россия совершила нападение на Украину. Другого названия, кроме как война, здесь неуместно. Этому событию не может быть оправданий. Страдают тысячи людей с обоих сторон, тысячи погибших и раненых. Люди Украины прячутся в бомбоубежищах, подвалах и метро. А российские срочники отправляются России на смерть, даже не подозревая этого. Не доверяйте телевизору, фильтруйте информацию. Информация, которую говорят в федеральных пророссийских СМИ, недостоверна. Хочу привести вам собственный пример. Я делал пост в YouTube с одним лишь хэштегом «Нет войне». Органически люди оставляют комментарии в разное время. Но тут спустя несколько дней, в 6 утра по московскому времени, в течение 1-2 минут мне пришла целая пачка комментариев с оправданием этой войны о том, что это спасение для ДНР и ЛНР. Что я транслирую мнение или обсуждаю. Хотя я опубликовал только хэштег и ничего вообще не говорил. Что сказать? Тут несложно понять, что тезис про 8 лет пытаются протохнуть как только могут. Например, ботами. Статья в Википедии о вторжении России на Украину моментально получила заявление на блокировку от Роскомнадзора. Им есть что скрывать от людей, которые еще не открыли глаза. О начале нападения было известно заранее. Вся власть России в ответ говорила, что ничего не будет. Но это была ложь. Всю мою сознательную жизнь Владимир Путин был несменным правителем. Кроме одного срока, когда был Дмитрий Медведев. Но это не меняет ничего. 20 лет несменяемости власти. Это нездоровый признак для любого государства. Это суперпрезидентство. Это диктатура. Война это чудовищное событие для современного мира. И для ее начала не может быть оправданий. Кто считает иначе, поддерживает военные действия, вы не люди. Я же надеюсь, что все разрешится переговорами как можно скорее. Желаю, чтобы никто более не страдал. Россияне, запасайтесь VPN анонимными мессенджерами по типу Телеграм и Сигнал. Я не принуждаю никого выходить на улицы. Хотя бы говорить об этом в сети уже смело. Отстаивайте свою позицию. Если кто-то имеет возможность покинуть страну, пользуйтесь ею, пока она не большая, но есть. Украинцы, берегите себя и своих близких. Надеюсь, что скоро этот ужас закончится и вам не придется защищаться от братского славянского народа. Сейчас не самое время, чтобы делать развлекательные видео как обычно. Хотя, чтобы отвлечься на миг от этого всего, может быть стоит. Я не знаю.